всем 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 привет из канады сегодня поговорим о сумочках ну конечно сумок много не бывает правильно значит сейчас я нахожусь в отделе очень большого универмага где продаются все 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 в том числе и сумки называется он хатсон бэй это канадский универмаг и давайте начнем так кельвин шопер большой 228 долларов это все полная цена это не распродажа и они есть вот в четырех цветах розовый зеленый и такой сиреневый и коричневый очень базовая модель большой есть ремень через плечо есть две такие ручки удобные здесь на магните то есть молнии нету но есть магнит так давайте переместимся в гес вы знаете что я очень долго относилась к компании без очень скептически потому что она прошумела погремела где-то в девяностых начале двухтысячных у нас и потом как-то вот стало не очень популярно как-то вот зашла их слава ушла из моделей качество у них стало очень-очень сомнительное но сейчас я вам хочу сказать что они сделали очень неплохие модели и относительно не страшно дорого вот 130 долларов конечно видны некоторые перепевы известных нам всем дорогих люксовых брендов но кто же не перепевает дали сами друг у друга перепевают они все делают похожие сумки все и потом кто был первый никто уже не помнит кошелек большой песок ски голубого цвета за 65 долларов очень подходит к этой сумке но он с трудом влезает поэтому я не знаю в чем идея вот эти вот стёбаные сумочки мы все понимаем что откуда ноги растут вот это тоже мы все понимаем откуда ноги растут это известная сумка правда которая супер мега популярна последний год два наверное вот все 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 их купили всех носят все девочки блогеры все девочки модницы и вода не сделали похожую сумку вот вообще один в один вот но не только вот смотрите какие симпатичные плетеные сумочки выпустил выпустила фирма гесс за 130 долларов очень красивых цветов вот такие вот такой сиреневый и вот такой вот пыльные розы она внутри вот застегивается очень сложно снимать одной рукой ну в общем вот так вот она застегивается в ней есть отделение есть молния и вот тут вот она застегивается на кнопку то есть она в принципе застегивается но они конечно очень маленькие но хорошенькие так здесь у нас еще есть гесс вот такой такая моя малышка совсем малышка малюпусечная и вот такие же есть черные как вот эти вот плетеные гесс вот это что-то интересное тоже очень красивый сиреневый цвет базовая форма и такая вот знаете с перфорацией сумка внутри она белая застегивается на кнопку и есть такая ручка вот держать ее в руке есть ручка длинный ремень размер хорошие вы знаете такой удобный размер цены я не нахожу вот нашла 130 долларов они все все примерно так стоят вот еще у нас здесь с этой стороны вот тоже плетеная сумка такая же вот как как вот эти вот корзиночки только вот такой вот формы очень симпатично мне кажется и они здесь белые вот белая прям мне нравится о чем же они есть вот такая белая на лето шикарно есть вот такая вот пыльный роза очень симпатичная сумка тоже очень симпатичная сумка есть такие черные 140 долларов они стоят давайте поищем зеркало посмотрим как она выглядит размеры себя не показываю я из боевой раскраски поэтому я опасаюсь демонстрировать вам свое лицо но мы смотрим сумки сегодня ну вот классные слушайте очень симпатичная сумка очень хорошие длины ремешок 140 долларов она стоит потом ее можно носить как клатч вот так вот и можно носить как клатч подмышкой вот так вот так вот так вот просто просто под руке как клатчок элегантненько симпатичная сумки очень даже очень я прям вес начинаю не то чтобы любить но перестаю считать их каким-то таким по вторым сортом ну это тоже без сумки вот кстати такая черная там была розовая но честно говоря она как-то дешево смотрится вот большая сумка guest под шанель очень похожи 145 не есть кстати удобно знаете у меня есть две ручки вот такие потом есть и вот такие вот ручки и вот такие вот и длинные ручки на цепочке и ее можно носить на крючок можно носить руках в принципе тоже вот здесь у нее застежка есть такой шопер хорошая такая приятная на ощупь и прям такая шамелька как будто бы вот интересная какая хороший цвет базовой бежевый с таким замочком прострочено вот так по краюшку не очень хорошо сделано тут вот нитки торчат вот эти вроде бы они не дешевые она кстати на селе то есть она стоит 145 а сейчас сто один ой 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 какой ужасный большой сел они вроде бы не дешевые вот это вот ручки но так симпатичная такая знаете хорошей формы такой треугольный и хороший дизайн симпатичный ну и вот такие вот маленькие сумочки с тоже на селе за девять три доллара слушайте я тоже не знаю интересно это кожа или нет как-то они не дешево стоят но хороший цвет хорошая форма хороший фасон удобная вот эта тоже с длинной ручкой где даже ничего не написано я сейчас попробую найти я не думаю что она кожа моя если честно как-то мне так вот кажется что нет что здесь у нас дальше ральф лорен фосел это наш канадский бренд фосел по-моему канадский может я буду смотрите какая сумка вот эти по-моему кожаная с таким пленочком фосел это довольно такой популярный у нас бренд вот эти кошельки по-моему это кожаные сумки вот кошелек фосел стоит нету цель ничего не понятно короче не знаю сейчас поищу ага кошелек стоит 89 долларов значит она кожаная конечно кошелек маленький кожаный сумка а 269 ну вот она кожаная ну очень базовая модель обычная обыкновенная здесь на что тут вот ключик вот их много видите с ключами но они не дешевые потому что вот эти сумки кожаные в отличие от суммы генс мне кажется что они кожаные есть вот такая вот такой в боку стиль полукруглая с такой ручкой из ткани и с длинным ремешком через плечо так это тут немножко райфлорен у нас попался тоже везде и всюду у нас они есть там внизу что-то такое зеленое 329 значит кожа это нам тоже фосел по цене и у нее довольно красивый приятный цвет сочетание светло-зеленый да это фосел видите с ключом темно-зеленое светло-зеленое так здесь у нас кельвин кляйн кельвин кляйн за 218 черное бежевое серое и розовое но я не фанат если честно вот это тоже фосел фоночки а вот видите их много здесь разных такого качества здесь такая вот через зеленая такая через кросс будет я не фанат фирмы кельвин кляйн вот эти вот сумки их уже всем надоели с этим их сики-сики не знаю я и не фанат ваншоп была генс но вот видите они немножко исправились вот эта сумка кельвин кляйн вот это неплохая кстати сумка страшная цена страшный секрет это их цена так 198 large crossbody называется она действительно crossbody вот у него такой длинный ремень и она довольно большая и вот здесь вот сбуха у нее еще есть такой прицеплен сзади кошелек такая самостоятельная сумочка вы можете положить внутрь вы можете оставить вот так вот снаружи сумки но я думаю что лучше конечно положить внутрь так 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 что у нас еще что-то вот вот это вот красивая виднеется смотрите какой кельвин кляйн какая змея она на селе за 112 а была 188 ну неплохо знаете симпатичная ссылочка очень красивые расцветки сейчас есть своего старого друга уберу которым я везде все дохожу к этому платью некрасиво но вообще она очень даже нечего неплохо смотрится хорошая форма хороший такой ремешок хорошей длины видите вот так и можно так ее по всякому носить и у нее есть замки замки здесь кнопка за замок так здесь какой-то у нас бренд мне неизвестный называется медвилл но очень прикольный симпатичный сумка такая бледная оранжевая не очень яркий оранжевый цвет наверное кожа по ощущениям сейчас посмотрим одну цену 200 долларов такая маленькая такая дорогая да вот они тоже еще вот такие же сумки они черные похожи но они необычные интересная сумка довольно так вот качественное исполнение и конечно не дешевая цена медвилл и они кожаные безусловно вот есть такого же типа черные просто вот такой шоппер ну ничего особо интересного давайте посмотрим что еще у нас тут есть так клянь какие то так это распродажа видите они 70 долларов это конечно сумка зимы у них остались потому что все эти меха конечно это было это было зимой у нас в цене а сейчас это уже не особенно это стив мэддон это так себе бренд не очень хороший а ребека минков какой-то конверт такой клатч за 126 под зеброй настоящий мех в распродаже ой какие хорошенькие маленький что это такие же красотки 109 долларов кто это у нас стив мэддон тоже стив мэддон это так себе не очень бренд я не знаю почему они так оценили но сумочка симпатичная тоже перепев знаете когда боттега встретилась с боттегой вот они скомбинировали два варианта но смотрится так себе дешевый корпус сделано тоже так себе кореновенько но вы хотят за нее 109 долларов вообще конечно борзость а это все здесь стив мэддон и тут конечно много всяких перепелок ну вот эти ничего такие вот такие вот такие я не знаю тебя называют девочки вам интересно это пацан лоран стив мэддон сделал даже видите-ка карт холдер такой пацан лоран сделал и очень похоже но стив мэддон известен тем что они абсолютно все слизывают никогда ничего своего не это самое не придумывать найтвест это тоже сумки вернее это очень известный бренд обуви не слишком дорогой и шикарный но старый такое известное много много лет уже на американском рынке и как бы такой знаете среднего среднего для женщин среднего класса вот сумка 112 долларов на стиле осталось 150 видите с этими шипами от валентира вот они сделали найтвест называть компания это где сюда записал у них очень простые базовые фасоны ничего такого особенного никогда нету никаких изысков фасону но женщины среднего возраста это любит им это нравится женщины традиционные которые не любят всякие всякие новинки так и покажу этот самый у нас стих мэддон все стих мэддон стих мэддон стих мэддон стих мэддон и тут прям тоже прям такой сэн лоран тоже за 109 и молодцы правил так это у нас лаберфилд ну все знают эти значит я могу сказать стоит она 250 дофига но честно сказать карл лаберфилд не считается что ты дорогим брендом у нас но тем не менее но их есть разные линейки здесь дешево совсем парла есть такой карл подороже вот джинсовая сумка с заклеточками с чужим камерами светлый джинс и темная джинси вот это вот их известные тоже сумка такая знаете как на пузырь вот такой короче если они не дешевые 348 как-то я всегда считала что у нас карл не особенно считается дорогой компанией но чуть-четки дорогие вообще карл луком дает и вот они как-то подорожали последнее время когда они не были особенно дорогими ну по-видиму я ошибаюсь или я чуть пропустила то очень даже не дешевая но не интересные такие уже всем они надоели ну как привлекались они очень и поэтому как-то по-моему уже особенно никто не кидается на них хотя бы цены они держат смотрите какие хорошенькие сумочки дешевые 65 долларов смотрите какие малитки симпатичные очень вот такой-то дешевая компания а я знаю это есть только бренд очень сила компания 75 ну что хорошенький какие-то аккуратненько закрывается замком с ручкой с длинным ремешком ремешок внутри есть разных цветов вот очень красивый сиреневый смотрите какая красотка ай-яй-яй бесценная красотка но не видите здесь такая пластиковая цепь здесь есть длинный ремешок вот так она застегивается на кнопочку очень интересный и вот это тоже под краду закусик закусик под краду только желтый коллит спинт называется у нас есть их магазины но они как бы считаете не особо чем-то таким чем-то значит это какой-то бренд писис тоже не знаю но здесь попадаются такие тоже дешевых всяк 1 75 на селе смотрите хорошенькие такие боже кто там так смеется громко пытается меня перекричать чтобы меня не слышали симпатюшка такая ручка симпатичная здесь ручка плетеная маленькие совсем сумочки сколько у нас всяких компаний боже мой он ли какой-то я сама сложу честно говорит с вами вот удивляюсь потому что я их тоже они здесь появляются исчезает ну вот симпатичная какая оранжевая сумочка что у нас по ценам я думаю что они не очень дорогие 59 долларов по нашим меркам это не дорого вот такая ручка вот такая смешно мне не нравится и пельмени конечно потому что все сделали 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 забыли плетеные сумки на лето из бумажки не салонки и стоит 70 баксов так что еще у нас есть все 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 сумки шарфы по-моему я все обошла не все сейчас пойдут дорогие сумки у нас здесь представлены дорогие компании так личность тоже надежда сейчас я вам покажу вот здесь вот есть кейт спит если вы знаете такой бренд довольно дорогой американский бренд и холч тоже дорогой американский бренд давайте начнем с катинки спит я по-моему когда-то рассказывал одном из моих видео и историю дизайнера теперь очень грустная история давайте я буду вам показывать сумки и рассказывать если кто не видел то на видео видите какие-то дорогие 458 небольшая сумочка а это стоит 398 черная сумка они конечно хуже но они очень хорошего качества очень считается у нас но это не ларшери но мидл сегмент такой выше немножко чем мидл сегмент это шокер из ткани продолжаем пришла продавщица я немножко отступила потому что они миллион снимают видите они продают даже чайники и тостеры в принципе вот такие вот смешные чайники значит она очень известный американский дизайнер одежды сумок аксессуаров несколько лет назад в расцвете сил и лет она покончила с собой вот такая ужасная история никто не знает почему никто так и не понял почему у нее было все что нужно человеку для жизни богатство любящая семья известность она была очень популярная очень любимая ей было 50 лет или 52 что же такое империя расцветала не было и до тех признаков того что она разоряется там или что такое в общем короче вот такая вот просто история но тем не менее компания продолжила свое существование они продолжают производить сумки и продолжают работать это ребека мельников но вы знаете его точно вы знаете ну что она в тебе это да я не знаю ну тут цены очень понятно и что с цены короче так ребека мельников ай ребека пацан ла 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 ло д эм м м м м девочка продавщица ходит прям за мной по пятам я жду что она у меня сейчас... Слушайте, я как это... Блогер, он преступник себя чувствует. Так, 550. Это бренд Ковч. Тоже очень-очень известный в Канаде и в Америке. И, смотрите, это американский бренд. Вот 450 американских и 550 канадских. Вот какая у нас разница. Вот я хожу, и она ходит за мной, и я чувствую себя каким-то, вот знаете, что сейчас она мне скажет, что ты делаешь, зачем ты снимаешь, дети. Есть такие люди, знаете, есть Блогер, я смущу это, они так ходят, снимают, и совершенно не испытывают ни малейших вообще. А когда пытаются запретить снимать, они их смущают, ругаются, скандалят. Я отмену его так, ну и тебя. Если говорят, не живу, я сразу так стушусь, мне так становится неудобно. Так, я вам показываю коуч и рассказываю про свои блогерские страдания, девочки. Значит, это известная тоже очень компания, дорогая. И вот у них очень много сумок с их, вот, это, видите, букачка Си, разных, разных позов. И у них это очень популярно, вот такой дизайн. Вот видите, здесь у нас такой вот, как канва, тоже бука Си. Вот такая вот, с цветочком. 495 наших канадских. Вот очень много вот таких, вот видите, вот с этим и дизайном буква Си. Шоперы, шоперы, большие, маленькие. Они недавно сработанно поменяли свой дизайн и стали производить вот сумки вот такого вот типа. Потому что до этого они все были в основном просто вот такой вот, вот такая вот сумочка с цехом вот этим вот, цех канвуй, так сказать. А сейчас они вот стали делать вот такие сумки, вот такие, ну, подгучи, типа, знаете. Ну, в общем, как-то поменяем дизайн, стали более симпатичные. Вот это такая красивая тоже пучу. Видите, какая красивая? Она под стеклом, тяну, я не вижу, еще стекло. Нет, не вижу. Но она, наверное, дорогая. Если те стоит по 495, по 500, то это, наверное, и больше. Вот она стоит под стеклом, и она такая более, более шикарная. Есть их кошельки много разных цветов. Вот. А есть... Вот еще мы вернулись к Speed Speed. Смотрите, какой хороший клуб. С цветочками. Прелесть милаха. Видите, они все вот так вот прицеплены, зацеплены, потому что они очень дорогие, и что-то, кто что не спер, они, значит, их вот так вот завязывали. Узлали мне какую-то ленту. Ну что, девочки, я, наверное, закончу на этом. Я сделала вам обзор сумок, который у нас продают. Не помню, я эти снимала или нет, но они такие обычные. Киндон Кляйн, сумки. Ничего интересного. Скучно. Все, в следующий раз, может, я схожу в обувь там. Ну, там у нас обувь. Ну, что-то ничего интересного я пока не нашла. Я уже здесь была, по-моему, я по второму кругу пошла бродить. Цветочки, я думала, настоящие, но они искусственные. Все, заканчиваю на цветочках. Всем привет. Всем привет из Канады. Надеюсь, что вам было интересно и понравилось моё видео. Всего доброго. Увидимся в следующем видео. Пока-пока-бай.